привет друзья сегодня буду показывать свою мини печку увлажнитель воздуха и подставка для зарядки телефона мой телефон конечно пока мест не обладает этой функцией поэтому я приобрел на али вот такую катушку приемник для телефонов у которой этой функции нет в общем не переключайтесь сейчас я вам все это покажу итак с чего начнем мне нужна подложка в которую я размещу катушку передатчик решил использовать искусственный камень или как его еще называют акриловый камень он мне показался одним из самых подходящих для этой задач катушка передатчик 5 вольт 2 ампера эффективное расстояние передачи составляет всего 5 миллиметров с другой стороны нам нужно поставить катушку приемник эта катушка отдает 5 вольт и вот между этими двумя катушками должно быть не больше 5 миллиметров расстояние и нам еще понадобится ультразвуковой генератор тумана поправьте меня если я неправильно называю ну и всякие мелочь без которых иногда можно и обойтись но иногда в мелочах скрывается весь интерес катушку решил клеить на герметик после хочу все залить эпоксидной смолой немного переделываю пайку деталей на плате генератора тумана и проверяю его на работоспособность никак не могу удержать в одной руке фильтры по которому поднимается вода к испарителю если я его конечно правильно называю и как мы видим все работает а значит можно устанавливать электронику в основании под печку изначальная идея была такая залить эпоксидной смолой всю электронику дабы вода к ней не могла подобраться так я сделал добавив в эпоксидную краску чтобы не было видно кабелей и плат впоследствии о заливке эпоксидной смолой плату я пожалею но об этом я расскажу вам чуть позже ну а пока переходим к кирпичикам кирпичи решил клеить на герметик таким образом печку можно будет переносить без проблем и не бояться что она треснет или развалится я думаю что если бы я использовал кровькие материалы то печка при слабом стуке или при смене уровня влажности могла бы треснуть поэтому я использовал герметик но я могу быть и не прав кирпичи я сделал из цемента и песка а форму сделал из силикона еще год назад а может быть и раньше и да слегка чуть не забыл вот тут вот будет такая будет так сказать ванна для воды которую будет использовать генератор тумана главное не забыть сделать место через которое туда можно будет добавлять воду а а а а В нижней части В нижней части я установил из алюминиевой проволоки ограничитель для фитиля, по которому будет подниматься вода к испарителю. Проволоку вставил между кирпичами в швы. Проволока 0,8 миллиметров алюминий. Ну и как в настоящих печах должны быть дверцы для дров и поддувала. Проволоку вставил между кирпичами. И как оказалось, что мне еще не хватает кирпичей. Для чего мне была математика в школе, не пойму. И по ходу съемки мне приходится делать еще и кирпичи. Проволоку вставил между кирпичами. Верхний ряд кирпичей доложил. И теперь нужно сделать надежную защиту от протекания. Я решил замазать герметиком и на всякий случай поверх покрыл эпоксидной смолой. И продолжаю возвышать дымоходы. Опять делаю крепление для фитиля. Сверху на это крепление буду крепить испаритель. После того, как крепление высохло, припаиваю испаритель обратно и устанавливаю его на его же место. Для тех, кто не в курсе, испарителю нужно прикоснуться к мокрому фитилю для того, чтобы начать испарение. Если по генератору тумана будут вопросы, пишите, всегда отвечу. На дымоход я решил закрепить кухонные принадлежности. И для этого мне понадобится проволока 0,8 мм алюминий. Устанавливаю крайний ряд кирпичей. И после покрываю все эпоксидной смолой, чтобы скрепить всю конструкцию и чтобы не пачкать руки об цемент. Эпоксидная смола хорошо впитывается в первым слоем. Вторым слоем покрывать не буду, потому что начнет блестеть. А мне нравится, когда она матовая. А пока сохнет печка, Делаю плиту на печку и посуду для декорации. Делаю отверстия, как в настоящей плите, и съемные кольца. И в эти отверстия я как раз и буду заливать воду для генератора тумана. Делаю я эту всю посуду из полимерной глины. Продолжение следует... Продолжение следует... После этого все крашу, потом еще раз крашу и переходим к сборке и установке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и после делаю крепление для поварешки и вот настал час расплаты подложка с двумя катушками перестала работать и главное после заливки эпоксидной смолой через два дня после высыхания все работало но видимо позже боксид при окончательном высыхании что-то повредил на платах не работают обе вот такая грустинка теперь сделал на одну катушку и решил больше никогда не заливать эпоксидной смолой никакие платы герметик высох и теперь будем проверять первое с чего хочу начать так этот зарядки к телефон мой телефон не поддерживает этой функции поэтому использовать буду вот такую вот катушку приемник или как его описывают на алиэкспресс приемник беспроводной зарядки подключаю и кладу на зарядку еще место чтобы совпадали две катушки о нашел и зарядка пошла мощность этого приемника всего 800 миллиампер судя по скорости зарядки мой телефон будет заряжаться около 14 часов ее можно и в чехол вложить если есть в этом потребность а мне для эксперимента подошла а теперь переходим к печке заливаем воду и устанавливаем ее на место он все отлично и она работает устанавливаю первое кольцо второе и вместо третьего ставлю мини сковородку ну и не будет она тут одна я сделал и крышку но как-то скучновато и я решил добавить еще и рыбку сковородку это та рыба про которую часто мы слышим от рыбаков и в сковородку не влазила ставлю еще одно колечко это же чтобы не было тут скучно ставлю кастрюлю с крышкой еще досточка для нарезки ее тоже ставим и решил еще добавить спагетти висящие из кастрюли добавляю еще одну кастрюльку после вешаю лопатку и вот такую поварюшку весит она с полным баком как говорится 1 килограмм 150 грамм и что я вам еще расскажу про весь мой труд как увлажнитель воздуха стоящий на письменном столе выглядит красиво но как зарядка то возможно тоже можно применять а остальное можете сказать вы и хочу всех поблагодарить кто отметил это видео именно благодаря вам я его сделал до скорых встреч друзья а